Доброй ранецы! Вас витает служба информации телерадио компании Гомель. У студии Наталья Игнатенко. Сегодня у Гомеля отбудется посаджение областного выконаучного комитета. На парадку дня – пытание готовности организации до работы осенне-зимово-перед. Як чекается, усе объекты по энерго-палево-забеспеченні, социально-экономичного комплексу и насельництва повинны быть полностью готовы до 30 вересня. А прача того, на посаджение облыканкама плануется разглядеть выники реализации программы по наведенні парадку на земле. Сирот праоритетных накерунков, які реализуются у опошний час, доброе упорядкование населенных пунктов, знос будинков, непригодных для далейших выкористання, проведение упорядок вытворчих территорий сельско-господарчих предприемств. Протягиваются работы по проведению належных стан подземных крынец водозабеспечения. Разом с тем, на Гомельщине по ранейшим отзначаются факты нерационального выкористання земель. Повных карактеровок потребует и дзеючая зараз система сбору отходов от насельництва. В основном все выполняется. Полугодовое задание за исключением штрих позиций – это преобратение контейнерей, это мелиорация водных объектов, ну и рекультивация мини-полигонов на сегодняшний день. Работа не заканчивается, она будет продолжена и в этом году, и в следующем. Поэтому вопросов очень много, но нерешаемые. По сгоднению с городским выканавчим комитетом, сегодня у Гомеля отбудется международная акция «День без автомобиля». У ее рамках у ранешний час пик с 7 до 9 годин. При предоставлении водительского посвечения и техничного пашпорта на автотранспортный сродок городские маршрутки будут перевозить пассажиров бесплатно. Акция на кирована на протягнение уваги громадскости да проблем выкидал у поветра от автотранспорта и их негативного вплыва на здоровье насельництва. Сустреча с кировництвом Гомельской области и Гомеля. Наведывание предприемства, а так само проведение перамов у свободной экономичной зоне и Гомельским отделением Белорусской хандлево-промысловой палаты. Гомель наведал надзвычайный и полномоцный посол Латвийской республики у Беларуси Мартин Швирсис. За ходом визиту садшиу Олег Сенсерову. Поколь экономично относительной Гомельской области и Латвийской республики нега назвать вельмежуактивными. По выниках семи месяцев этого года взаимный товароборот не достигнул и 13 миллионов долларов. Причем это наводь меньше, чем было годом ранее. Зразумело, что такая ситуация не задовольняет ни один из боков. Минеральные удобрения, дрот с железой стали, шкло, соль и этиловый спирт. Это бодай основные экспортные поставки предприемцев Гомельской области у Латвию. В потоке у отворотном накерунку феррасплавы, леки, мороженое и мороженое куриное тушки. А прачатаго пыльные стасунки иснуют у будавничьей сферы, а так само у таких голенах, як туризм, культура и ахова здоровья. Правда, по большинстве позиций динамика у гэтом годзе адмовная. На думку литовского боку, активизация супрационництва повинна посприять больше активная деятельность гендово-прамысловых палат. Здесь спектр самый широкий. Начинают там, скажем, древесины, кончают другими продукциями, которые производятся. Так что будем говорить насчет всех этих вопросов. Акционерное товариство «Спартак» – один из буйнейших белорусских вытворцев локадытовской продукции. Только в минулом году тут вырубили разностайных ласунков вочек на один триллион рублев. У Латвию свою продукцию предприемство реализует так само, а ли у спецосновных партнеров в этой крае на поколе не угоходить. Не то, якобы гометские вырубы были горши за замежные аналоги, а ли конкуренция великая. По слову Латвийской Республики демонстрируют линии, которые заявились о акционерном предприемстве о вынику модернизации. Вафельные вырубы, шоколадные плитки, цукерки. За прошлую пятигодку предприемство истотно изменило ассортимент и починая освоение новых рынков. Причем для каждой краины тут распространена своя стратегия, что у вынику повинна повеличить товарообороты гометской области у Волуи, так и акционерного товариства у приватности. Сложность на сегодняшний день в том, что как бы там ни было продукции, представлено много на рынке. Мы это понимаем. И наша задача доказать, и мы это доказываем своим умением показать качественную продукцию. Поэтому мы сейчас говорим о том, что мы производим качественную продукцию. Это наш, можно сказать, такой флагман, из чего мы можем конкурировать с другими производителями. Оборону прационных правов и социально-экономичных интересов работников разглядели профсоюзные активисты у Наровли. Тут отбылось выездное посаджение президуума Совета областных объединений профсоюзов, сирот объектов предприемства «Червоный Мазыранин» и «СпецЛязгаз». Подробязности у корреспондентов телеканала «Мазыр». Выпадки порушения прационной дисциплины, умовы Ахова-Працы, техника безопасности, работа с обовязанными особами. Спектр пытаний, у которых обмерковываются, настолько велики, насколько разноплановая работа самих профсоюзных организаций. К тому и знаёмство с предприемствами и специфика их работы носила комплексный характер. Первым объектом наведывания стал Наровлянский «СпецЛязгаз». Ахова-Працы – одно из основных пытаний. Это, на самом деле, сложная структура. Самая сегодняшний день травмоопасная работа телесосечная, на которую выделяется очень много внимания. Поэтому работа проводится и серьезная работа, и деньги влаживаются немалые в охрану труда. Работает служба. Есть на сегодняшний день бюро по охране труда, которое занимается этим. Задача поставлена такова. Человек пришел к нам, живой здоровый должен вернуться в семью живым здоровым. «Червоный Мазыранин» – одно из наистарейших предприемств в республике. В опыту работы с коллективом им не занимать. За большим 100-годовую историю изменялся и працовный коллективный договор, который является своей особенной местной конституцией. Там оговорены практически все условия, которые затрагивают как гарантию занятости, как льготы для молодых специалистов, как льготы для ветеранов труда, льготы для всех работающих. Там оговорятся социально-экономические и производственные вопросы. Все вопросы оговорятся в тарифном соглашении, на основе которого и создаётся и подписывается коллективный договор между нанимателем в лице руководителя предприятия и профсоюзным комитетом. Сегодня предприемство находится на этапе модернизации. У Липини, дякуючи поддержку Абл-Ваканкама, по чернобыльской программе тут усталявали новую линию по вытворчасти пастилы и мармеладу. У сутки на обсталявании вырабляется 9 тонны продукции. Процесс безупинный и практически целиком автоматизованный. У им занято всего 5 человек. Условия работы улучшаются. Вот мы новую линию поставили по производству пастилы. Естественно, работа немного облегчена, потому что старая линия. Будем говорить, что на старой линии продукт получали только на третий-четвёртый день. Сейчас мы его получаем за 40-50 метров. Божь деталёвый и глубоко, основные на прамке работы, поспехи и проблемы, разглядали на пленарном посаджении. Самое сложное то, что мы работаем совершенно в других экономических условиях. Ну, давайте так, вернёмся на 30 лет назад. Мы с вами не понимали, что такое безработица. Что такое контракт. Что такое вообще сокращенный режим работы. Что такое задержка заработной платы. Всё это мы сегодня имеем. И в этих условиях нужно находить компромиссные варианты, дабы по максимуму сохранить социальные гарантии для людей. По максимуму постараться выйти на те проблемы, которые сегодня волнуют людей. И во всяком случае, даже если ты не нашёл сегодня варианты решения, суметь с людьми беседовать, объяснять. Выучать работу в этом накерунку правсоюзы плануют и далее. Наступное выездное посаджение отбудется на одном из аграрных предприемств в области. Илона Шаловская, Юрий Горобец, телеканал «Мазыр». Специально для телерадиокомпании «Гомель». Протягиваем выпуск. У вересни у Беларуси заявилось и Министерство антимонопольного регулирования и гандлю. Сярод его задач – процедение монополистичной деянности, нагляд за ценами и тарифами, контроль споживецкого рынка и так далее. Утым, як деяность нового ведомства поуплывая на звычайных споживцов, разбиралась Марина Северьянова. Ключевая метод деяности Министерства – створение ровных умов для всех удельников рынка, а так само распроцовка цивилизованных способов контролю ценоутворения. Прошение таких задач у кончаткового выника повинно становиться отбиться и на всех нас, як на споживцах товаров и послуг, уповненные экономисты. Есть некольки накерунков, по яких мы можем зауважить змены, некоторые будут реализованы уже в ближайшей перспективе. Потребители, мы сможем получить доступ к товарам не только нашего региона, но и других. То есть на лавках наших магазинов мы сможем увидеть молоко из Гродненской области, из Витебской области и из других областей. Самое складанное, лично специалисты, это регулирование деяности натуральных монополий. Не все ведут, что это такое, але сутыкаемся мы зимы литерально на кожным кроку. Например, сюда относятся послуги жилево-коммунальной господарки, где правила гульни установлены державой. Отримавливается, что на одной чаше умовных шалев финансовые интересы краины, на другой – с пожилцов. Для потребителя важно, чтобы эти цены были разумные, чтобы они были экономически обоснованы. И поэтому регулирование уже со стороны именно контроля должно осуществляться отдельным министерством и ведомством, что как раз таки и будет делаться, исходя из положения министерством антимонопольного регулирования и торговли. Поэтому я надеюсь, может быть не сразу, но со временем потребитель почувствует то, что он защищен в той части, что производитель не устанавливает необоснованных цен. До речи, аналогичные органы самокерования иснуют амалево в всех краинах. В Беларуси антимонопольное министерство отримавливает так само махчимость подавать у суд исковые заявы, например, супротивотворцев, без оплаты державной пошлины. Гэта знизит затраты державы на работу министерства и зробит его деятельность больше эффективной. Марина Северьянова, Євген Макенка, телерадоакомпания Гомель. У Гомеля подвели выники проведения республиканской акции «Одновление святыня в Беларуси». Волонтеры оказывали допомогу у добра упорядкованной территории культовых сбудований региона. На протягу шести месяцев молодые люди принимали у делу одновление и наведение парадков вокруг 30 церквей и костелов, многих из которых – помники истории и архитектуры. У делники волонтерского руха «Доброе сердце» высаживали древы, выконывали нескладанные будовничные работы, выносили бытовое сметце. Напереды дни у Гомеля, подчас открытого межконфессийного диалогу, члены Абкама БРСМ подвели выники доброчинного проекта и отзначили самых активных грамотами и подарунками. Усяго у доброй справе взяли у дел больше, как 400 человек. Чтобы кто-то отказал просто так, по причине, что «я не хочу, мне это интересно», еще никогда такого не было. Все ребята соглашаются. Если у них позволяет их личное время, то они всегда приходят, помогают активно, чтобы кого-то заставлять и принуждать. Никогда такого не было. У нас есть все представители молодежи, от учащихся до рабочих. Кроме награждений самых активных, мы еще и предоставили всем возможность поучаствовать в экскурсии, где мы показали религии Гомельщины, которые представлены в городе Гомеля. А непосредственно на межконфессиональном диалоге, мы дали возможность ребятам познакомиться более тесно с различными религиями, пообщаться воочию с священнослужителями этих религий, узнать какие-то культурные, может быть, традиции, вообще традиции этих религий. Православный свет означает урожство про Святой Богородицы. Свято установлено церквой, ясно у четвертым стагодзе, и относятся далеко два на десятых, самых важных после Великодня. В этом ходе Гомельская епархия вырошила просвятить в этот день выратованию життя маленькой девчонки. Обзначности доброченной акции. Сюжет Ганны Ковалевой. Все лето в день рожства Богородицы по всей области проходит буйная доброченная акция. По благословению епископа Гомельского и Жлобинского стяфана во всех храмах епархии обвешен сбор охверований у налячений трехгодовой девчонки Кира Куруленко. Три месяцы тому урачи поставили диагноз нейробластома. Иншими словами, высокая злоякостная пухлина. Хвороба уже на четвертой стадии. Девчонка прошла два курса химиотерапии. На Бераде еще четыре. Необходная операция по выдалению пухлины и пересадции стволовых клеток. Заключенным этапом повинна стать иммунотерапия, которая позволит снизить риск заявления рецидива. Одна из израильских клиник, готовая принять маленькую пациентку. Одна кошт для чини – 250 тысяч долларов. На даденый момент собрана только девятая частка этой суммы. Уже у нас в епархии стала такой доброй традицией в 20-е праздники собирать денежные средства на лечение детей. Это уже будет третий ребенок, которому мы помогаем. Все деньги, которые будут собраны, пожертвованы прихожанами, будут перечислены на благотворительный счет и пойдут на оплату лечения этой девочки. Да помахчу дитя, Тиможи кожные, не только Сеня. Даден и обрахунку, на яке можно охверовать гроши, зараз позначены на ваших телеэкранах. А кроме того, можно перелечить сродки, пополнивши рахунок мобильного телефона 8-033-902-22-66. Ганна Ковалева, Игорь Марышченко, Телерадо, компания «Гомель». И на гэтым наш ранешний выпуск завершенный. У студии працавала Наталья Игнатенко. Я и мои коллеги жидаем вам удалого дня. До новых сустречу эфиры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова